Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Знаете, у нас такая тема сегодня, это практическое христианство. Знаете, с чего я хотел бы начать, ну, буквально, чтобы две минутки мы могли вместе порассуждать, и нарисовать в своем воображении, вот если вас бы попросили сейчас, каждого, нарисуйте образ христианина, ну, каким вы видите верующего человека. То есть, немножко предыдущее слово, когда звучало, мы говорили качество и расшифровывали его. Я бы хотел, чтобы мы хотя бы, ну, 10 качеств назвали, ну, как, вот портрет христианина, расшифровывать мы их не будем. Вот как вы видите, какой должен быть христианин? Пожалуйста, можно вот, ну, по желанию руку поднимайте, и чтобы я по именам не звал. Смелее, друзья, как вот вы видите, кто такой христианин, какое качество должно быть у христианина? Давай, пожалуйста, богобоязненность, хорошо, еще. Простой, не гордый, хорошо, пожалуйста, брат. Не осуждающий, отлично. Еще, пожалуйста, ручку, поднимайте руку, друзья, мне легче будет. Любящий, добрый. Любящий, добрый, пожалуйста. Целомудренный, мудрый. Целеустремленный. Честный, да? Честный, справедливый. Правильно реагирующий на неправильные действия в своей жизни, да? И в чешу. Сергей, ты? Смиренный. Смиренный, кроткий. Человек, имеющий цель. Человек, имеющий цель. Еще какие-то есть рассуждения, еще качества? Я думаю, их много. Мы можем до вечера их перечислять, да? Эти качества. Каким должен быть христианин? Знаете, две недели назад мне пригласили на луч. Простой луч, знаете, да? Церковь на луче. И вечером приехать, проповедовать. Ну, мы собираемся вечером от собрания. А у меня дочка 7 лет. Она говорит, не поеду. Не поеду. Я говорю, почему не поедешь? Ну, поехали на Щербакова. Я говорю, на нас попросили. Вот, надо съездить, там, проповедовать. Не поеду. Почему? Она говорит, не оставляйте собрание вашего. Да что такое? Я говорю, так это ж наше собрание. Нет, вот наше Щербакова, а лучше это не наше. Говорю, да это наше собрание. И думаю, ну, богословы растут. Думаю, и вот когда надо, раз, и место приведут. Вот, и место предусвечения описания, обоснуй свою позицию. Свою позицию. А вчера разговаривал с одним человеком, беседовал. То вообще, я вот, честно, хотя настроения смеяться у меня не было в эти дни особого, но он меня сильно смешил. Я с ним беседовал, он говорит, он в нашем братстве был, не прижился, вырос, жил всю жизнь. Не прижился, ушел в регистрацию. Он говорит, я, говорит, общаюсь со служителями. И говорю, у меня есть желание пожертвовать в церковь средства на подарки детям, нуждающимся, вдовам. Ну, вот, как бы, благотворительность такая. Он говорит, у того глаза загорелись у служителя. Ну, как бы, хорошо, когда такие люди есть, которые готовы жертвовать. И он говорит, ну, у меня есть одно условие. Он говорит, какое? Ну, вы должны в конце собрания, вот, в конце воскресного собрания, в микрофон сказать, вот, брат. А он, ну, молодой, ему 28 лет. А он говорит, по имя, отчеству меня назвать и сказать, вот, такой-то брат решил пожертвовать нашей церкви средства безвозмездно на дело такое-то, такое-то. Вот, если вы, говорит, так скажете, ну, говорит, я тогда пожертвую. Я думаю, слушай, ты, знаете, он это искренне говорит. Он не то, что там шутит, а он действительно говорит. Он говорит, я им сразу сказал, говорю, на пресс-фитера, рука, полагайте, я вам плитку во дворе постелю. А так будете по земле ходить, по земле ходить. Ну, и такой, знаете, и он это говорит, я его так и так сразу... Я смотрю, он настолько вот верит в это вот свое, вот такое, такие теории. Я думаю, вот это христианин. И думаю, можно ли вообще назвать такого человека христианином? Можно ли назвать такого человека христианином? Братья и сестры, вот портрет, который обрисовали, да? Я думаю, каждый из вас примерно знает портрет христианина. Как должен, ну, выглядеть христианин, жить христианин, что он должен говорить. Знаете, мы песни поем, я сегодня обратил внимание, у нас песни такие, да? Да, уже дословно сейчас я не вспомню. Знаете, ну, такие песни, да, там, лучшие силы нашей жизни, отдать Христу, там, потрудиться для ближнего. И с такими призывами, вот мы поем, поем, поем и поем. А я бы хотел задать вопрос, братья и сестры, а мы так живем с вами или нет? Мы так живем? Мы знаем, да, вот у меня дочка, она и место сказала, и мне его расшифровало, и кажется, я никуда не денешься, да? Братья и сестры, и кого сейчас не спроси из вас, я думаю, вы, вот теорию, теорию рассказать, вы сейчас ее расскажете все на пятерку. На пятерку. А вот практика жизни нашей, практика, какова практика? То есть теория и практика, есть ли разница? Я думаю, вы не хотите слушать таких проповедников, которые говорят одно, а делают другое. Знаете, я сейчас могу говорить о многих истинах, что, братья и сестры, нам не надо раздражаться, нам надо прощать. Но выйдя за дверь этого дома, если вы меня ступите на ногу, то бедны будете. Знаете, я на вас, ну, и накричу, и пообзываю. Это же, это же неправильно. То есть где-то теория, а где-то практика. Я думаю, многие из вас учились в заведениях и учатся, наверное, учитесь вы сейчас. И знаете, я думаю, теория от практики, она отличается, да? Мы можем пять лет учиться в университете, в техникуме и так далее. Но предстоит тот момент, когда нам надо выходить из теории и жить, начинать практической жизнью. Братья и сестры, чем сейчас нынешнее время, оно отличается вообще, оно, мне кажется, характеристика такая, то, что мы знаем теорию на пятерку, а вот практики у нас не у всех хватает. Или бывает часто не хватает практики. Да, мы можем рассуждать. Вы же все верите, что Бог наш всемогущий. И все, что Он, все может. И для него нет ничего сложного. Братья и сестры, знаете, если посмотреть на жизнь мою, когда у меня трудные обстоятельства в моей жизни случаются, как я реагирую. Знаете, можно говорить, что Бог сильный, да, и Бог моей жизнью руководит, и всеми событиями руководит, всем, всем, всем. Но в моей жизни я могу, знаете, как когда-то Аврааму Бог сказал, будет у тебя сын от цары. Он ждал, 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 устал ждать, от Агарии родился сын. Что это такое? Это не доверие Богу. Можно говорить, но делать по-другому. Братья и сестры, и наши жизни, наши жизни, они отражают, они отражают, насколько мы действительно верим Богу, насколько мы доверяем Богу. Знаете, бывает, смотришь, человек ходит скромненько, пока молодой ходит скромно. Года за 20 перешло, смотришь, внешность поменялась. А почему внешность поменялась? Если буду сходить скромно, буду ходить, меня же никто не возьмет замуж. Надо чуть-чуть себя выделить, как-то, ну, чуть-чуть как-то вот разукрасить себя. А тогда кто-то же обратит внимание, клюнет. Братья и сестры, а что это такое? Это доверие Богу или что это? Как это понять? Да, в 16 лет можно говорить, да, и, знаете, и, как говорится, рубашку рвать на груди, доказывать, что... А, друзья, когда в нашей жизни приходят эти испытания? Как я отношусь к этим испытаниям? Какие мои действия? И вот тут вот проверяется. То есть до каких-то пор у нас идет теория, да, друзья, а потом идет жизнь, идет практика. И бывает практика, это очень суровое. И вот в этой практике человек, он действительно, вот знаете, вот оно обнаружится, что в нем было. Что в нем было. И хотелось бы, чтобы в нашей жизни, в нашей жизни мы не были только, знаете, такими христианами теоретическими, но чтобы у нас и в практике это все было, и в практике было. Что мы не только пели, что жизнь отдать для Христа, пойти и спасать погибающих, чтобы это действительно было жизнью нашей. И тот портрет, который должен быть нарисован правильно, он был действительно правильно. Может быть, вы на этой неделе получали такое, знаете, там у нас молодежь сразу выставляла такую картинку, там два христианина 2000 лет назад и нынешний христианин. Я зачитаю такая, ну, сводочка небольшая. Об одном человеке так сказано. «Начал проповедовать на второй день после покаяния. Два раза побивали камнями за свидетельство об Иисусе. И сколесил весь мир, проповедуя Евангелие, обратил Богу двадцать диких племен». Его слова. «Вы можете меня убить, но я все равно буду служить Господу». Он так сказал. И христианин сегодня, который лежит на диване, руку там закинул за голову, у него такие слова. «А где в Библии написано, что нельзя пить алкоголь? Почему на прошлом служении со мной никто не поздоровался? В этой церкви нет любви, я ухожу в другую». Братья и сестры. Скажите, вот в наше время оно на что похоже? Вот эти вопросы, да, почему постоянно, да, а где написано, а почему так, а почему это. Конечно, все, но на своем месте. Когда в меру, я в плане имею в виду, какие-то изменения, вопросы, там, всего надо. Ну, знаете, когда это идет бунт и недовольство, и какое-то, ну, это неправильно. Знаете, на одно качество, на одно качество, я хотел бы сегодня с вами обратить внимание, это качество христианина, зрелого христианина. Братья и сестры, в Филиппийцам, давайте с Тимофеем, 3 глава, 2 стих, прочитаю. «Последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут неблагодарны». И второе место, 1 Тимофея, 6, 6. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Братья и сестры, я хочу об одном качестве христианина размышлять, это как качество, оно называется довольство, то есть качество благодарности. Знаете, если вас сейчас здесь всех спросить, я думаю, вы все скажете, я доволен. Вот спросите, кто недоволен сегодня? Ну, так, все довольны. Ну, знаете, если мы посмотрим в себя, вовнутрь, заглянем, ну, останемся один на один с собой, поразмышляем чуть-чуть, проанализируем свою жизнь. Знаете, можно прийти к такому выводу, что я тоже недоволен. А вообще, я думаю, христианин должен быть доволен или нет? Я думаю, одно из качеств христианина, это когда человек доволен. Это о многом говорит, мы порассуждаем чуть-чуть ниже. Если посмотреть на этот мир, на людей, живущих в этом мире, то, я думаю, многие из вас, это видно невооруженным взглядом, то, что люди сейчас недовольны. Недовольны всем, недовольны правительством, недовольны ценами на все, недовольны режимом, недовольны друг другом. Братья и сестры, и независимо от денег, даже кажется, чем больше у человека денег, тем больше он недоволен. Люди вообще недовольны. И вот это недовольство, оно тоже перебирается в церковь на людей Божьих, на детей Божьих, недовольство. То есть у нас часто бывают недовольны кем? Недовольны родителями, что Бог им послал таких родителей. Недовольны братьями и сестрами, которые родными, младшими или старшими, они постоянно надоедают, что-то там мешают. Недовольны в церкви служителями, недовольны правилами, которые у вас есть в церкви. И вот это нельзя, вот это нельзя. Братья и сестры, и тоже этот перечень, знаете, он растет и растет. И очень-очень и много-много недовольств. Знаете, я к такой мысли вчера вечером пришел. По крайней мере, я вот понял, она для меня открылась. Когда человек недоволен, он подвержен большим искушениям. Вот проверьте в своей жизни, когда на вас накатит волна этого недовольства, вы будете высказывать свое недовольство кому-то. А потом время, знаете, как дьявол, какой-то доступ получил и атака, искушение. Я вот прочувствовал на себе недавно, думаю, слушай, какая взаимосвязь, я ее раньше не наблюдал. То есть где-то высказал недовольство, кажется, осудил кого-то. И потом прошло короткий промежуток времени, и на меня, знаете, как сатана начал атаковать, искушение. Еле освободился, уже молюсь о Господе, да помоги, пожалуйста. Еле выжил, вот Господь, наверное, мешался и как-то дал силы противостоять. Думал, какая-то взаимосвязь есть, то есть, казалось бы, какие-то осуждения, недовольства, повозмущались, ну что есть такого, и забыли. А дьявол какой-то доступ получает, и потом какие-то искушения в нашу жизнь приходят. Братья и сестры, несколько мест у меня есть, которые я бы хотел прочитать. Вот второе послание к Олимпинам об одной церкви, так апостол Павел пишет, 8 глава с первого текста. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей данной церкви в Македонии. Ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, их глубокая, не считая их, преизбыточествует богатство их радушие. Ибо они доброходны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым». Братья и сестры, вот апостол Павел пишет о филиппийцах, что они при великих скорбях призабилуют радостью и глубокая нищета их, преизбыточествует богатство их радушие. Вот это вот практика христианской жизни. Когда у них тяжело, но вот эта тяжесть их жизни, она никак не меняет их жизни. Скажите, вот скорби, в вашем понимании, вот в скорбях кто находится? Вот вы сегодня сидите, вы в скорбях? Вот скорбями у вас? Ну, я думаю, знаете, есть какие-то, да, у каждого свои переживания. Скорби, да, кто-то вот скорбит о чем-то, какие-то происшествия произошло, еще что-то. Но здесь написано «великие скорби», то есть это что-то еще выше, то есть это люди, которые находятся в великих скорбях, то есть это очень что-то тяжелое. Братья и сестры, вот когда вы находитесь в тяжелых таких ситуациях жизненных, скажите, у вас есть вот такое чувство, чтобы кому-то помочь, радушие проявить? Написано ниже, они средства собирали, какие-то средства жертвовали апостоду Павлу. Я думаю, когда мы находимся в трудных ситуациях, когда мы в скорбях, вот такое часто, знаете, чтобы мне, да, мне пожалели, меня погладили, что-то дали, мне, мне. А вот смотрите, у них наоборот, у них великие скорби, они от себя, они от себя отдают, они жертвуют, они радушие у них. Вот это благодать Божия. Благодать Божия, она действительно в них была. Братья и сестры, хорошо, когда в нашей жизни тоже благодать Божия, она может действовать. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И в последнее время наступают время тяжкие, потому что люди будут неблагодарны, то есть люди будут недовольны. И мы, повторюсь, оживем в такое время, когда очень сильно волна этих недовольствий, она захлёстывает, и бывает даже верующих. Но определение чувства недовольства два значения имеет. Чувство довольства – это чувство внутреннего удовлетворения, а второе – это более, наверное, такой материальный достаток и зажиточность. Знаете, все люди, все люди абсолютно, верующие и неверующие, делают что-либо в своей жизни. Для чего? Чтобы получить чувство удовлетворения, чтобы было хорошо. Работая, достигая чего-то, зарабатывая средства, покупая, делая какие-то покупки, инвестируя куда-то деньги, люди хотят получить довольство. И знаете, я думаю, многие из вас испытали в своей жизни, получая и приобретая что-то. Вот братья, например, приобрел машину. Сколько вы ей радуетесь? Какой-то промежуток, вы к ней привыкли, уже такой радости нет. То есть радость проходит, радость проходит. То есть что-то такое временное, что-то временное, что-то непостоянное. Апостол Павел, филиппийцам, 13 глава, 4 глава, 10 стиха прочитаю. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Я научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Братья и сестры, основной текст, на который я бы хотел сегодня ваше внимание обратить, это на слова апостола Павла. Он сказал так, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Скажите, пожалуйста, а в чем легче жить в скудости или в изобилии? Или труднее жить? Труднее. Такой вопрос сложный на самом деле. Как? В изобилии сложнее жить, да? Братья и сестры, в жизни апостола Павла было, он говорит, что я научился. То есть с этим качеством довольства никто не рождается. С этим качеством довольства люди не рождаются. И этому качеству учатся. И знаете, вот апостол Павел, находясь в тюрьме, писал эти послания, находясь в тюрьме. Я думаю, вот в тюрьме, находясь закованной, в кандалах. Вообще жизнь его апостола Павла, она тяжелая была. И вот несмотря на это, он говорит, я научился жить в изобилии, в скудости. Все могу, выкрепляющая меня Иисусе Христе. То есть процесс духовного возрастания. Павел научился. То есть в разных обстоятельствах жизни у него, несмотря ни на разные обстоятельства жизни, Павел, он оставался довольным. Знаете, когда у человека изобилие, когда у человека изобилие, он, ну, чаще всего так бывает, что человек забывает Бога. То есть не нуждается в нем. У него все есть, то есть какой-то нужды в Боге нет. То есть он уже меньше просит, меньше к нему прибегает. То есть бывает, знаешь, так, вот у апостола Павла такое состояние было, так я записал, что нищета не удручает, и богатство не убивает почвы из-под его ног. То есть без разницы, богатый он, бедный он. То есть это на его радость, на его радость, это абсолютно не удовольство, которое внутри, это абсолютно не влияет. Знаете, братья и сестры, мы очень подвержены влиянию. Даже вот сейчас солнце на улице, солнечная погода. Скажите, вы как сегодня ехали на общение? Ну, знаете, настроение хорошее, да? Да, солнышко светит, так как-то сухо, такой морозис. А если бы вот было серо, так, знаете, дождь лил, знаете, уже где-то настроение чуть-чуть, ну, не полностью, ну, где-то, да, бывает раз, уже не очень, да? То есть вот такие даже факторы, казалось бы, внешние, они влияют, они влияют на нас. А у апостола Павла вот эти факторы, они не влияли на него. То есть без разницы, ни богатство, ни нищета, они не влияли на него. Вы помните, когда они были в вузах, да? Деяния 16 глава, 25 стих. Написано, что около полуночи они воспевали Богу. Там Петр, воспевали Богу. Павел, воспевали Богу. То есть, казалось бы, вы попали в тюрьму, вас заковали, тут охранники тоже рядом, какое-то, я думаю, неудобство, какой-то запах. Ну, неудобство, я думаю, там было, никак дома. Друзья, ну, несмотря на это, они воспевали Богу, благодарили Богу. То есть, несмотря на какие-то обстоятельства, которые происходят в их жизни, вот это довольство, которое есть, оно никуда, никуда не исчезает. Никуда не исчезает. Аввакум, 3 глава, 17-18 текст, такие слова записаны. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в столах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум говорит, что даже если в моей жизни не станет всего, вот этого видимого, материального, то и тогда мое сердце, оно не перестанет радоваться. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, ваше довольство зависит от чего? От внешних факторов или от внутренних факторов? То есть, если в нашей жизни мы теряем что-то, теряем кого-то, еще что-то в нашей жизни происходит не так, как я хочу, не по запланированному сценарию, тогда, когда ситуация уходит из-под контроля, я не могу ее контролировать. Теряю ли я это чувство довольства в своей жизни? Очень часто, знаете, вот у нас людей, да, бывает так, что, ну, есть что-то, да, мы довольны, заберем у нас что-то, мы перестали довольными быть. То есть, это значит, что наше довольство, оно ограничится теми факторами внешние, которые вокруг нас. То есть, есть мы довольны, нету почему-то довольства. А вот у апостола Павла, он, несмотря на что, он говорит, умею жить. И в скудости, в изобилии, то есть, не имеет никакого значения, что вокруг происходит, я всегда остаюсь довольным. Не быть зависимыми от внешних обстоятельств и окружающего мира, который окружает нас. Братья и сестры, знаете, что вот обстоятельства в этом мире, они постоянно меняются, постоянно. И мы сейчас живем с вами в такое время, когда развитие этих обстоятельств, оно, мне кажется, таким очень бурным темпом, и все меняется вокруг. Где-то вот, друзья, сегодня говорили наши гости, да, где-то в 14-м году у них обстоятельства жизни поменялось. Казалось бы, жизнь была настроена, все было слажено, все было устроено. Я думаю, и в работе, и в житейских, и все-все-все, и в церкви. Но здесь ситуация резко поменялась. Резко поменялась. Знаете, резко поменялась ситуация, а люди, которые верили Богу, доверяли Богу, которые действительно опора была, не что-то вот это внешнее, знаете, внешнее, а внутреннее, стержень был. Друзья, я думаю, они не потеряли той радости, того удовольствия, которое было. Да, переживания не есть, по-человечески мы переживаем, но тот фундамент, та платформа, она осталась. Про все встречу, у нас, знаете, бывает на один момент, хотел обратить внимание, мы бывают недовольны, когда мы просим Бога о чем-то, и Бог нам не отвечает. Бог написан, он посылает все необходимое для человека. В чем человек нуждается, все Бог посылает. Ну, бывает так, что мы в своей жизни просим о чем-то, какие-то нужды ему высказываем, а Бог не получает, не посылает, и тогда наше удовольствие, оно пропадает. Тогда радость наша куда-то пропадает, то, что Бог нам чего-то не послал. Знаете, все действия Божьи, все действия Божьи, обстоятельства в жизни нашей, это Его действия, которые Он предпринимает в отношении меня. Знаете, мы бывает думаем, что здесь я неправильно что-то сделал, надо было мне не налево пойти, а направо, надо было вот здесь как-то более там что-то, там улыбнуться кому-то, там промолчать. И вот много-много, знаете, и в жизни нашей происходит таких событий, мы бывает где-то корим, где-то не понимаем, где-то виним себя. Но, знаете, за всеми обстоятельствами стоит Бог. Мы же здесь с вами собрались все люди верующие, которые верим Богу, доверили жизнь свою Богу, когда-то умерли для греха, воскресли для Бога. И теперь мы не свои. Братья и все действия, которые происходят в нашей жизни, мы должны понимать, что это Бог действует в нашей жизни. Для чего? Это для того, чтобы мы могли духовно возрастать, мы могли как-то корректироваться, ближе к Богу приближаться. То есть Бог в отношении каждого из нас, в отношении вас и меня, имеет какие-то свои намерения. И чтобы их достичь, Бог посылает какие-то обстоятельства. Не всегда в нашу сторону светит солнце. Иногда у нас тучи, иногда у нас слезы на глазах. Иногда не так, как мы хотим, в нашей жизни происходит. Но за этим стоит Бог. Тот человек, который верит Богу и доверяет, и понимает, что Бог, Бог за всем и над всем. Простите, мы намного легче все воспринимаем обстоятельства, которые происходят в нашей жизни. И знаете, когда, здесь уже упоминался этот больной вопрос даже, вопрос устройства семей наших, когда, казалось бы, годы идут, и, может быть, годы проходят, а вопрос этот не решается. Этот вопрос доверия Богу. То есть человек должен понимать, что Бог руководит этим вопросом. То есть в Божьих руках, или направо, или налево, понимаете, за всем стоит Бог. И хорошо, когда мы можем, ну, вот эти все обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, мы можем понимать, что это Бог действует, Бог действует и производит лучшее, лучшее. Знаете, выражать недовольство, это значит предполагать, что Бог утратил контроль за обстоятельства и больше не любит меня. То есть это когда человек недоволен. То есть недоволен, значит, Бог уже забыл про меня или утратил контроль над моей жизнью. Друзья, это неверие, это проявление неверия, когда человек, он недоволен, он ропщит на жизнь, ропщит на обстоятельства, на судьбу, которая у него складывается. Это проявление недовольства Богу. Потому что Бог, Он наш небесный Отец. Отец, что такое Отец? Отец – это тот, который любит, который заботится, который хочет только лучшего. И даже, знаете, если по нашим физическим, да, бывают отцы, но не сильно проявляют свою любовь и заботу к детям, то это небесный Отец, это совершенный Отец. Тот, который, Он хочет, чтобы нам было наилучшим образом здесь на земле хорошо. Братья и сестры, есть такой гимн христианский, мы поем в Песе Возрождении. Там есть такие слова, «Не в желаниях я ищу покой, и не в счастье, данном мне тобой». И там потом такой припев, такие слова, «Все мои источники в тебе». «Не в желаниях моих, которые исполняются, я ищу покой, и не в счастье, которое дает Бог». Вот знаете, Бог пошлет меня, тогда я буду доволен. Пошлет хорошую семью, пошлет вот это, вот это, тогда я буду доволен. Но, братья и сестры, автор этого произведения, говорит, что все мои источники в тебе, все мои источники в тебе. Знаете, мы бывает привыкаем вот таким собранием, нашим общением. Знаете, а бывает, вот вы бывает ездите на отдых, вот поехали на отдых на море с родителями, да, вы не замечаете, что, ну вы так же читаете Библию, как вы ее читаете дома, вот так же, с таким постоянством, так же с Богом общаетесь, да. Я заметил, что бывает, знаете, нам чуть-чуть, ну надо поменять нашу, ну жизнь немножко, вот такой раз, чуть-чуть там, поехали на 5 дней отдыхать, и уже, уже чуть-чуть сбивается, да, чтение слова, Божья молитва, а что, а что меняется, просто немножко обстановка вокруг нас поменялась, мы не дома, а выехали куда-то на отдых, и уже, уже раз смотрю, такой, знаете, чуть-чуть сместилось, или поездка, когда вот поездки, бываем, раз, уже чуть-чуть как-то поменялось, да, ну мы же в поездке, уже не надо вот это делать, надо вот это делать, то есть, вот это общение, оно, наше общение с Богом, оно очень часто, не то, что оно зависит, а обстоятельства, они сразу меняют наше отношение к Богу, да, какие-то обстоятельства поменялись, отношение к Богу поменяется, знаете, а бывало, да, вот братья прошли такой путь, вот в тюрьму посадили, в тюрьму посадили, и казалось бы, все вокруг поменялось, столько переживаний, а все равно вот это довольство, которое оно внутри есть, то есть, те обстоятельства, которые случаются в моей жизни, в жизни верующего человека, они не должны никак способствовать на то, чтобы мои отношения с Богом, они как-то изменились, что-то поменялось, я стал на Бога раптать, какие-то во мне чувства появились не те. Пускай нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы нам не быть зависимыми от внешних факторов в нашей жизни, что бы в нашей жизни не случалось, братья и сестры, будут переживания, и сейчас переживания у вас есть, женитесь, выйдете замуж, будут еще переживания другого характера, разные переживания будут, но мы должны понимать, что вот как апостол Павел заканчивает эту мысль, да, 13 стихом, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, вот это стержень, братья и сестры, вот это стержень, вот это смысл, когда мы можем, жизнь наша, она может быть сокрыта в Иисусе Христе, вот если моя жизнь, мой фундамент, мое вот это все, будет сокрыто в Иисусе Христе, и даже если мне скажут, если мы сейчас тебя лишим всего, вот знаете, представьте, всего, что у вас есть, и отправим тебя куда-то, в такие, знаете, зябкие-зябкие условия, ты будешь до конца своей жизни там вот находиться, братья и сестры, как вы захотели или нет, знаете, а вот если Христос со мной, то я готов и в землянке, можно и света белого не видеть, и на все готов, лишь бы Христос был со мной, а очень часто, братья и сестры, вот эти все вот внешние благополучия, которые дает Бог, оно вот это для нас важнее, вот это, и не дай Бог вот это все потерять, потерять, и как будто уже Бог не такой, уже Он не любит меня, Он уже забыл про меня, братья и сестры, чтобы наша жизнь, наш стержень, наша вот эта основа, это она была сокрыта в Иисусе Христе, чтобы самое дорогое, что у нас было, это Иисус Христос, и вот это качество, которое я сегодня, ну так, немножко с вами мы коснулись, чтобы всегда быть довольным, то есть великое приобретение, быть довольным, я думаю, кто имеет это качество, довольство, способность, такую, братья и сестры, это значит иметь все, это значит иметь все, иметь вот это качество довольства, качество благодарности, пускай нас Господь благословит, благословит в жизни нашей, не просто, знаете, в теории, в теории читать, говорить, ну и когда в нашей жизни какие-то трудности, переживания, когда молитвы наши, Бог на наши молитвы не отвечает, то и тогда мы за всем должны понимать, что за всем Бог стоит. То есть Бог нам желает лучшего, Бог желает хорошего. И тогда благодарить Бога, всегда благодарить Бога, чтобы, как повторюсь, апостол Павел, он такие слова сказал, «Умею жить и в скудости, и в изобилии». То есть внешние обстоятельства, они не влияли на его духовную жизнь, на его развитие, возрастание. Да благословить нас за спор, всегда быть довольными жизнью нашей, и прославлять Бога за все. Аминь. Аминь.